Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого, программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. У каждого преступления есть виновный, но это не снимает ответственности с тех, кто позволил злодеянию случиться. Страшную находку обнаружили местные жители в лесу недалеко от Кременчуга. Трое маленьких детей провели тут без воды и еды четверо суток. Ходили, искали всем селом детей, несколько дней кричали, гукали. Результатов это не давало. Самой младшей Рите был всего год. Когда взрослые нашли детей, малышка уже была мертва. Я понял, что мне подходить до ребенка уже не стоит. В ротике, в глазах были обарыши. Как оказалось, детей в лесную чащу завела их родная мама, 33-летняя Елена Ермоленко. Сейчас она находится в СИЗО. По закону ей грозит до 8 лет лишения свободы. Родные Елены до сих пор не могут поверить, что она пыталась избавиться от собственных детей. За детьми она давалась хорошо. Особенно эта Ритка, последняя девочка, она вообще за ней души начала. В студии «Касается каждого» мы попытаемся выяснить, что могло заставить многодетную мать бросить своих детей на голодную смерть. И почему ее односельчане теперь живут с чувством вины. Тема эфира сегодня – чувство вины. Жительница села Пески Татьяна Рябуха видела, как Елена вела детей из села. Сегодня Татьяна приехала к нам в студию. До встречи. Я не могу и доси себя пробачить за то, что я не могла ее остановить в ту хвилину, как вона вела детей до речки. Но если бы мы знали, я лично, своими детьми, унуками, мы бы ее остановили, может, забрали детей и вернулись бы домой. Она шла очень быстро, с колясочкой до речки, лесом. А мы выезжали от речки тоже с твоей стежкой, с твоей дорогой и назад вернулись. У вас был какой-то с ней разговор? Хорошо, вы сказали, вот если бы мы знали, куда она их ведет, мы бы остановили. Никто не знал. Но тем не менее, ранее вы рассказывали, что подобное уже случалось. Она кидала, допустим, деток у подруг, у Галли кидала. А выходили, кто-то ей сказал, Маша брала, догоняла и, считайте, назад приводила до дома. Наши журналисты пообщались с жителями села. Мы спрашивали, что они думают о Елене. Давайте послушаем, что они рассказали. У Лены, она, как вы, провалив память. Она тогда вообще не помнит, где она, с кем она общается. Вот у нее что-то вышибает в голове и все. Лена любила выпить. Вот это, как выпьет, она и даст дома. Она терялась в пространстве и могла, в принципе, начудить. Друзьями своим сбегала в Комсомольск, там, где раньше они жили. Она маленького брала с собой, а старшую закрывала в хате. Татьяна, мы обратились к жителям села не случайно, потому что мы уже понимаем, что не раз подобное случалось с Леной. Вы видели, бабушка видела, кто-то замечал, что Лена в нетрезвом состоянии. На этот раз, когда вы поняли, что случилась беда и трагедия, что Лена не вернулась с детьми, когда вы об этом узнали? На другой день. Я выгнала корову, и Ваня Корецкий говорит, «Тетя Таня, вы знаете, что Лена не стало с детьми?» «Как не стало?» То есть об этом уже в деревне говорили, да? Да, да, да. Сразу же Валера вызвал в милицию, начали шукать. Приехали из Полтавы хлопцы и с собаками. Наши козаки поднялись. Подождите, а муж, он был дома в тот момент, когда Лена уходила с детьми? Не было, он был на работе. Он пришел из работы, Лены дома не было. То есть он начал бить тревогу? Да, да, да. Он начал поднимать, что ее нет. Итак, значит, односельчане, Валерий, муж, все бросились искать детей? Да, да, да. Что вы предпринимали? Шукали ночью, хвинарами ходили, все родители шукали, хлопцы ходили. Ну, в лесе, где ты ее найдешь? Ну, сказали, гукали. Ну, они бы хлопцы на другой день пошли рано шукать, но сбив маршрутчик. Что он сказал, что я видела, что женщина сидела маленькая в колесе, дитинка была, и двое вели. Татьяна, расскажите, что это за маршрутчик? Что это за человек? Маршрутка идет у нас в Кременчук, Малулевка, и она в 6 часов идет на Кременчук. И в этот период она вечером, вроде, маршрутчик сказал, что сидела на автобусе и поехала. Ну, милиция говорит, как поехала, значит, будем где шукать, где друзья в ней. Маршрутчик опознал Елену по фотографии? Ну, сказали, что опознала, я не знаю, что опознала. Он ее видел с детьми или без детей уже? Ну, сказал, что так, что бачил, что женщина сидела и с детьми. А потом уже, как нашли ее, считайте, в Комсомольске, сразу спросил Валера, а где дети? А она говорит, я не знаю, говорит, в каком селе оставила. Когда нашли Елену, где ее нашли? Через два дня ее нашли в Комсомольске. В Комсомольске все-таки? Да, да, да. Насколько это далеко от вашего села? Ой, это километров, может быть, 50, где-то около 50 километров. Так, то есть все-таки она, вероятно, на маршрутке туда как-то добралась? Она сказала, как говорят, что она на какой-то машине попутной поехала. В какой момент уже подключилась к поискам милиция? То есть сначала, насколько мы понимаем, односельчане, вы все бросились искать. Кто сообщил в милицию? Человек, Валера. Уже, как узнали, что детей бля неи нет, подключилась милиция, наши хлопцы. И начали пощуки детей. Сейчас я хочу пригласить в студию Василия Корецкого. Это он нашел малышей в чаще леса. И сегодня он приехал в нашу студию. Здравствуйте. Дело в том, что до сей пор шок. Руки тросятся. Это видеть невозможно. Василий, что вы увидели, расскажите. Ну, что я увидел? Сначала увидел детишек, спросил, где маленькая. Мы показали, там лежит. Когда я перепрыгнул через бревно, метра за полтора, я увидел девочку, но зрелище довольно тяжелое. В глазках, вроде бы опарыши. Я понял, что бесполезно что-нибудь делать. Я вернулся к детям. И сказал им, что я сейчас буду громко кричать, не бойтесь, я буду звать людей. Дал водички сначала. И начал звать людей. Прибежали сотрудники с Полтавы, с Полтавского управления, затем все остальные. Насколько глубоко в лесу были дети? Ну, как вам сказать? Ну, от входа в лес километра полтора где-то так, если по лесу идти. Наши журналисты вместе с вами побывали на том самом месте в лесу, где дети провели четверо суток. Давайте посмотрим на это страшное место. Внимание. Вот это вот вход в лес, здесь начались поиски детей. Вот на этом месте я нашел тапочек. И начал я кричать, гугать людей. Я услышал голос. Я посчитал, что с той стороны они мне ответили. Я опять крикнул. И опять и голос. Но голос очень близко. Прошел вот сюда, когда я услышал, когда я услышал крик, еще близко. Я рванулся в том месте, за тем ручейком стояли дети. Когда я вышел, что они увидели мой силуэт полностью. Они немного отступили назад. Я сказал, тише, тише, не надо бояться. Здесь папа, здесь мама, бабушка. Вы меня боитесь? Они помахали головой отрицательно. Нет. Вот здесь стояла коляска. А ребеночек лежал вот здесь. В ротике, в глазах были опарыши. И с правой стороны на лице были синие трупные вятны. Я уже ничем помочь ему не мог. Дети как-то, они звали на помощь? Они кричали? Они не кричали. Они просто на мой крик ответ. Я посчитал, что это Галина, а Булиля обозвались. Я сделал два шага. И видел, значит, возле ручейка детей. А в этом лесу есть дикие звери, опасные звери? Конечно, есть. Там на этом пруду, там бобры живут. Там и кабаны есть. Когда вы подошли к детям, вы с ними говорили, что они рассказывали, что они ели, как они... Дело в том, что я вопросов этих не задавал. Я увиденным был, шокирован. Когда маленькую я увидел. Для меня это был шок. Рита была мертвая? Да, да. Сколько Рите лет было? Год и два месяца. Пожалуйста, Олег Гершкович, киносценарист. Спасибо. Василий, я просто не понял или не услышал. Уточните, пожалуйста, Лена, мать детей, принимала участие в их поиске? Ну, ее сотрудники нашего РВД привезли, были туда. Привезли в лес. Она что, не помнила, где она оставила детей? Она дальше вела. Дело в том, что такое ощущение, что она просто запутывала нас всего лишь. То есть она помнила и знала, где дети, но сознательно вела поисковую группу в другом направлении? Я не уверен, но такое ощущение создавалось. У нас в студии присутствует еще один человек, который принимал участие в поисках, Евгений Гордиенко. Евгений, здравствуйте. Вот это важный момент, о котором мы сейчас говорим. Елена, она была в этом лесу с сотрудниками милиции. И что, получается, вот у вас не создалось впечатление, что она уводила всех на ложный след? С первого момента создалось такое впечатление. То, что, ну, вы поймите, я не знаю, я не медик, я не психолог. Ну, помните, в какой бутылке водка была, в какого цвета бутылка, какая этикетка, где она ее выкинула, а не помните, где детей оставила. То есть, все эти вопросы задавали, все задавали, и она не могла ответить? Она не это, и увела в нас около километра в сторону. В этот момент она была в каком состоянии? Трезвая или нет? Да, трезвая, потому что она была уже в милиции. Ну, как дети не шли, как я уже с лисой вышел, и увидел ее, то у нее такая, ну, впечатление, как на нее глянешь, она не за детей переживала, а начала уже переживать за то, что ее посадят. Ей дети безразличны были. Кажет, что я наробил, а теперь меня посадят. Вот это такие были ее слова. Вы знаете, с одной стороны, конечно, мы все здесь должны поблагодарить односельчан за то, что, вероятно, благодаря их усилиям остались живы двое детей. Эта трагедия могла быть гораздо масштабнее. С другой стороны, у меня есть вопрос к Татьяне. Вот вы взрослый, опытный человек, вы мама, я так понимаю, да? Ну, они такие сами внучата. Бабушка. Прекрасно. Вот скажите, вы встречаете выпившую женщину, которая трех детей куда-то ведет. Я понимаю, что вы могли не понимать, что она их намеренно ведет в лес завести. Вы опытный человек. Что хорошего может произойти, если пьяная женщина троих детей куда-то ведет? Ну, как ее не остановить? Я не понимаю. Мы подумали, что она там сидит тоже на рецепте, купается компания, ее человек Валера, и она идет туда, к ним. Друзья, да просто всем сейчас друг на друга начхать. Пьяная женщина, к сожалению, у нас в стране это совершенно нормальное явление. К сожалению. Пьяная женщина с тремя детьми, она все равно по закону МАНИ. Елена, это не нормальное явление, пьяная женщина с детьми. Давайте не будем так. Это уже нормально. И зачем нам брать общий случай? Да подождите. У нас есть частный случай, когда люди знают этого человека и не останавливают его, когда этот человек куда-то... Так вот я и говорю, понимаете, это не нормальная пьяная женщина, но смотрите, уже настолько привыкли, ее там видели, выпившись с детками, там видели, там не сделали замечания, там прозевали. Мама ведет троих детей к речке. Пьяная мама ведет троих детей к речке. А у меня к вам вопрос, скажите, а какое в селе отношение было к ней? Вот как к ней относились? Это ужасно. Как эту семью знали? Это была неблагополучная семья? Они жили, они нормально жили, все в них хорошо. То есть вообще проблем никаких? Проблем не было в них ни я. То есть что пьет, это нормально? Послушайте, ну здесь же дело не пьяное. У нас же постоянно. Отец Леры, Владик и Риты приехал сегодня к нам на программу. Я приглашаю его сюда. Валерий Сас. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Ну я не знаю, как могло так случиться. У вас накануне вот этой истории были какие-то ссоры, разногласия, выяснение отношений? Нет, никаких ссор, ни до ничего не было. Я даже не предугадывался даже такого, чтобы могло так сказать. Как часто ваша жена, Елена, пропадала куда-то? Вообще такого не было. Вы замечали какие-либо странности в поведении ее? Нет. Ну хорошо, Валерий, а вот эти истории, о которых говорят, что ваша жена, а у нее под влиянием алкоголя отключался мозг, и она могла детей где-то забыть. Вы об этом знали? Это было очень давно, это еще было за первой детьми. Но факт того, что 5 лет мы жили, она ни день, ни полагая. Звонок же был. Подождите, вы знали историю о том, что односельчане уже останавливали вашу супругу Елену, когда она шла по направлению к лесу с детьми? Вы знали о том, что подобные истории случались? Такого не было, факт того, что это не было. Чтобы она часто выпивала, ходила? Нет. Хозяйка она, и кушать на вары за детками, и прививки все работала, и в Козельщину ездила до врача, это все она выполняла, она детей любила. Я тоже и до сих в шоу, я не могу, я мать и двух детей, я не могу предположить, что так случилось, чего так, понимаете? Валерий, не бывает дыма без огня. Вы сказали, что был какой-то случай, связанный с первым ребенком, это было очень давно. И тем не менее, расскажите, что это за история? Годи пять назад, да. Ну да, годи пять назад, это было так. Что было? Расскажите. Ну что она, поехала тоже так, в Комсомольск гулять, но она потом сама мне перезвонила, и сказала, ну приезжай, забери меня. Она одна уехала туда? Да, она одна уехала. Все время слышу, гулять в Комсомольске такое впечатление, что для нее там медом намазано. У нее что, там где она жила, друзей не было, подруг не было. Там с ней знакомишь, и от бывшего мужа, там, как названа Кума, знакома, что просто, что это. Может из-за этого, а так я... Она уже была за мной, Да, она уже была за мной. Чего она туда ездила, Валер? Я не знаю, чего. Ну как, ну вы муж спросите? Вас что не спросишь, вы ничего не знаете. Валерий, скажите, пожалуйста. Вы, вы, отец, муж, вы чувствуете свою вину в том, что случилось? Свою я вину, только чувствую в том, что я тогда, как в тот самый день, когда это все случилось, что я не поехал домой. Я тогда, как в обед, подождите, дайте я скажу. Я в тот день, меня, как вам сказать, ну как чувство было, тянуло тогда домой. Именно тогда в тот день, в обед, ну просто, что я как-то не предал своему значению. Валерий, вы после того, что случилось, вы общались с Еленой? Как она объяснила, то, что произошло? Ну она мне сказала, что я не знаю, я не помню все. Больше адекватного ответа я на ней не почувствовал. У нас в студии Петр Черный, певец. В детстве рассказывали страшилки, да, и вот когда мать отвела в лес, и тут реально, вот по-настоящему, вы прожили столько лет, и ты говоришь, в тот день, в тот день, вот я жалею о том, что меня не было. А до этого, где ты был? Ты с ничто не выпивал? Или как? Вот мне вот к тебе просто вопрос, это же твои детки. Ну если я живу с женщиной, ты сам закладываешь? Ты пьешь? Нет, я не пью. Перед нами, перед нами человек, который зарабатывает. На сегодняшний день, так это естественно, но это же время, ну как, ну она пришла раз пьяная. Когда, к сожалению, мы живем в таком ситуации, когда у нас мужчина, на него возложено все. Подождите, а когда у нас было другое время, когда на мужчину все не было возложено? Что были времена, когда... Абсолютно правильно. Вот 10 лет, 20, 30, женщина команда, всегда мужчина работал, зарабатывал, воспитывал детей. Это нормально для мужчины. Просто меня другое беспокоит. А все в Комсомольск она ездила. Я вот, вы понимаете, вас просят рассказать о вашей жене. Вот, вот, хорошо выпивала, как она, зачем она в Комсомольск ездила, как часто выпивала. На все ответ, я не знаю. Друзья не знаю. Валер, вы хоть что-то знаете о вашей жене? Хоть что-то вы знаете о вашей жене? Расскажите о ней, какая она была. И как вы считаете, почему она это сделала? Ну вот почему она, чего она так сделала, я скажу, что я не знаю, даже никто этого не знает. Это только она знает. Вы знаете, где сейчас ваша жена? Где ваша жена сейчас? Она сейчас находится в Полтаве, в СИЗО. Вы знаете, какое наказание ей грозит? Ну, мне сказали, что от трех до восьми может быть даже и условно. Андрей, вот вы как юрист, как вы квалифицируете поступок Елены? Сложно определить по нескольким причинам. Первая причина, мы не знаем, что ее сподвигнуло. От того, что ее сподвигнуло, от этого идет и квалификация. Если мы говорим о том, что у нее был умысел оставить детей в этой ситуации, то это уйдет 115-го умышленное убийство, и тут может быть до пожизненного заключения. Если мы говорим о том, что это зашение в небеспече детей, повлекшее за собой смерть одного ребенка, то, соответственно, это квалификация 135-я часть 3-я, там санкции от трех до восьми, да, то есть как есть. Но здесь еще мы не забываем тот момент о вменяемости человека и состоянии, в котором это все совершилось. Психолог Наталья Шестак. Наташа, в каком состоянии должна была находиться мать троих детей, чтобы сделать вот то, что она сделала? То, что я вижу и слышу, что этот человек имел какие-то... Он выпил, во-первых, да? Значит, для этого было какое-то основание. Плохо. Когда люди пьют? Когда плохо? Или когда хорошо? Ну, в основном, в данном случае, когда плохо. После родовая депрессия, три ребенка подряд, как ребята жили, муж все время на заработках, мы слышим, он про нее мало что знает, мало радости, мало вот того, что наполняет и радоваться этим детям. И для того, чтобы где-то восполнить, человек начинает что-то делать. Либо в Комсомольск, где радость была, да? Да. Либо 100 грамм, чтобы так вжарить, и как бы, ой, и яркость к жизни появилась. И забыться. И забыться, да. Они там встретились еще. Да. Наташа, сейчас важный момент про Комсомольск. Мы снова заговорили. Наши журналисты попытались выяснить, что Лена там делала. И вот интересный момент. Там она не пила. Внимание на экран. Лена пришла ко мне к утрам, где-то в часов 9 утра. Она зашла, я аж удивилась, что она пришла. Я говорю, Лена, как-то сюда попала. Ну, мы ездили, приехали сюда на Днепр отдыхать с Кумавьями. Я утром встала, никого нету. Ну, и я пошла. Пошла, надо же деньги были на дорогу ехать к детям. Я говорю, сколько тебе дать? Она, рублей 15-17. Я говорю, Лена, я тебе дам 10 гривней. Она, ну, хорошо, я где-то еще достану. Ну, и начала рассказывать за детей, что хорошие у меня дети. У меня хозяйство дома. Я говорю, а что ж ты поехала сама без мужа? Она говорит, он не захотел. Мама позвонила, на работу, и сказала, Лена приходила. Мама ей дала деньги, типа, на дорогу. А я говорю, она еще выпившая была, перенгара не слышно. Она говорит, да нет, говорит, трезвая была. Вот, да, дети в лесу, где-то там. А она, в Комсомольске, за 30-50 километров, рассказывает, какая у меня прекрасная семья и дети. В ряде стран, в Германии, в Англии, где там еще, в Америке, если родители оставляют детей от них свыше, чем на 15 минут или на какое-то время, садят в тюрьму или большой штраф. Если женщина воспитывается в рамках, да, она привыкает к этим рамкам, и на фоне этого материнский инстинкт переходит в рефлекс. И женщина не может оставить, это же рефлекс. Что с нашими рамками, когда неоднократно односельчане видят нетрезвую мать, куда-то уходят? Вот такие рамки. Давайте оставим толерантность. Бедность есть, нищета есть. Каждая ли женщина одела то платье, о котором мечтает? Это я в крайности беру. Как жила эта женщина, если муж не знает, с кем, кто дружил, что делает? Я хочу сказать одно относительно рамок. В военные годы, в голодовку, жили намного хуже. Но были другие моральные устои, и были другие рамки. И тут вопрос не в бедности, тут вопрос в моральных устоях сегодня общества. Еще в советские времена могли за ухо привезти курящего ребенка, а сейчас к нему никто даже не подойдет. А муж, который пить с этой женщиной, даже не знает, что он идет. говорить о духовном состоянии и моральном обществе, вот об этом. Потому что мы говорим о деньгах сегодня, об одежде. Не это формирует мораль общества. Вот вы зацепили за мои слова, а вот мужчина спит с женщиной и не знает, что она пьет. Я спрашиваю, у нее друзья есть? Он все знает, просто он не хочет говорить. Он знает свою ответственность. Вы знали, что ваша жена выпивает? Ну вы знали, если соседи знали, вы... Я же скажу, именно эти 4 года, что мы прожили, она вообще не пила. А как часто вы дома были в эти 4 года? Каждый день я дома буду. Вы на 4 года ушли на работу, соседи видели, а вы... Ну она с Кумой общалась, с одной... Хорошо, а за 4 года какие изменения произошли с вашей женой? Вот какая она была 4 года назад и какая вот была до момента совершения преступления? Ну особо никаких изменений, потому что она... Так, я приходил домой, как всегда. Она кушает, приготовляет, посидим, поболакаем про работу, про такое, что она целый день делала, что с малыми... То есть вы просто не видели никаких изменений? Ну как, целый день можно сказать, что да. Я почти уверен, что экспертиза, которая пройдет, она признает эту женщину вменяемой. Это преступление было совершено на фоне питательной среды. Никто из этих людей ничем вот не интересовался. Обратите внимание, Вася, при всем уважении вы нашли детей, да, но вам задают вопрос, что сказала эта женщина? Это односельчан уже не интересует. Как поступили дальше? Это никого не волнует. Какая была Валера у тебя жена? Валера не знает этого. Николай Кулеба, начальник службы по делам детей города Киева, пожалуйста. Валера, а в ваших разговорах последние 4 года она хоть на что-то жаловалась вам? Говорила, что я за тобой скучаю, допустим, или я устала, я устаю сильно, или давай куда-то съездим, ничего не говорила? Не, ну, как, разговаривали, чтобы съездить на море, в будущем, планы строили. Хотела, да, что-то планировали? Ну да. Я могу сказать одно, что она просто не была услышана. Это раз. Второе, у нее даже не было надежды какой-то, что ее кто-то поймет и услышит, поэтому она никому ничего не говорила. У каких-то людей это в агрессию выходит, они бьют детей, они там пьют, они ругаются с соседями, а другие замыкаются в себе. Вот этот человек, я считаю, он был глубоко замкнут в себе. Он никому ничего не говорил. И с вами соглашусь, и никому не было дела до нее. То есть все ее воспринимали, ну, тихонечко ходит себе, не делает проблем никому. Мужу, муж спокойно ездит, приезжает, кормит, ну, что еще надо? И никто не пытался, никто не пытался заглянуть, что у нее внутри. Вы спите с женщиной? Она за пять лет родила троих детей, мать-героиня, знаете, на конвейер поставлена. Но она за это имела хотя бы по голове погладить. Вот что вы ей подарили? Я хочу узнать, что женщина за троих детей, которые вам родила, что она имела от вас хорошего? Понятен вопрос. Валерий. Я ей дарил духи и открытки на День влюбленных. И так ей казалось, что я ее люблю. Валерий, скажите, где сейчас дети? Дети сейчас находятся в реабилитационном центре. Вы знаете что-либо о их состоянии? Ну, я ж каждый день до них ездить, спрашиваю у реабилитологов, ну, как они себя чувствуют, есть какие-то питания там, что еще задают. Сейчас они говорят, что все нормально, только просятся до дома и спрашивают, где папа. Как я уезжаю? Наша съемочная группа была в этом реабилитационном центре. Мы видели этих деток. Давайте на них посмотрим сейчас. Не ели, да? А вы маму кликали? Звали маму? Да. А что она как шла? Что она вам сказала? Что мы никуда ей слышали, а мы пошли, а потом уже плакали и маму столи. А вы видели, как вас дядя шукали? Да. И что вы делали? И они нас спасли. А вы ховали сегодня дядю с фонариком? Да. А чего? А чего вы ховали? Ну, то есть, что мы лягались от коровы. Страшно было? Да. Страшно. Дуже страшно. Я хотела в продолжение всего, что вы здесь сказали, добавить, что очень важно еще для меня было бы узнать, в какой семье воспитывалась женщина, какой пример, вот как ее растили, как ребенка, как мама, какая модель. Вот когда вот коллега тоже говорил, что во время войны разные были условия, но тем не менее, при любых условиях, как ни тяжело, какая ни депрессия, что ни происходит. Но если есть пример мамы, что ей тоже было так, но она меня не бросала, давайте узнаем. Валерий, вы знаете, в какой семье жила ваша супруга? Не, не знаю. Ну как же так? Валерий, вы никого не знаете из ее родственников? Вы не знаете, или есть братья, сестры? Вы точно ее муж, Валерий? Вы точно ее муж? Но она рассказала, что они жили нормально, ни дня таких ситуаций, что именно у меня сейчас с ней случилось. А вы хоть раз видели родителей ее? Они умерли. Сколько ей лет было, когда они умерли? Восемнадцать или девятнадцать. То есть она была уже совершеннолетней. Что она рассказывала о своих родителях? Папа их кинув, еще, как и было, годов пять или шесть, по-моему, что-то она рассказала. И что она о папе помнит? Она обижалась на папу? Она про него практически ничего не помнила. Про маму? Она в ней кондуторша была. Мама? Да. Вона ездила за границу, брала ее с собой, в разные страны. Ну, привозила подарки, там, такие вот. А об отношениях с мамой она что-то рассказывала? Там, била, допустим, ее мама или... Нет, такого она не сказала. Не говорила. А твои родители? Есть у тебя папа, мама? Есть. Наталья Ивановна, мама Валерия. Наталья Ивановна, что вы знали о своей невестке? Что вы можете о ней сказать? Я не знаю, что ее побудило. Не все. Ни какие невзгоды в них были. Я им живу. Всем, чем могла, помогала. У меня четверо детей. Я никого не оставила в беде. Как вы вважаете, после того, что случилось, какого покарания заслуговала ваша невестка? Жизнь. Я ее так, как мать, я не понимаю. Если бы сила воля моя, я бы ее задавила. Если бы не сестра, я действительно в тот момент, я бы ее решила материть. Мы вообще задушила. Просто я только пожалела сына и двух внуков. Я хочу сейчас пригласить в студию еще одну женщину. Это подруга, подруга Елены, Галина Власенко. Она считала Елену тоже хорошей мамой. Более того, Галина даже доверяла ей своих собственных детей. Давайте ее выслушаем. Итак, Галина Власенко. Я не помню, я не могу сказать, почему она так сделала. Но она нормальная мама. Она хорошая, идеальная женщина. Я своих детей только оставила на ней. Вот нормальная женщина могла бы своих детей отвезти в лес, оставить? Нормальная нет, но ей что-то побудило. Как вы считаете, что? Ну, она была выпившая. Она часто пила? Нет. Но вы ее видели в нетрезвом состоянии? Видели? Ну, пару раз. Скажите, когда она выпивала, что в ней менялось? Ей злость брала. Что? Злость. Злость ее брала? На что? На кого? На всех. Ей все обижали. Подождите, кто ее обижал? Расскажите, это очень важно. Со временем соседи говорили, что вот там Ленка, там погано, вот она огород не выпила. А никто не спитал, а что ей никто не поможет? Что еще, кроме соседей, ее злило? Что в отношениях с мужем ее злило? Что в отношениях с мужем я бы не сказал, что ее злило. Она, когда она выпьет, она все время сказала, вот мой Валера хочет, чтобы мы поехали, отдохнули на море. Потом она еще сказала такие моменты, вот мы с Валерией похрестим малую и будем ходить, кофе вместе пить. Вот все с Валерией, чтобы она обижалась, на него нет. То есть она мечтала, что будет с Валерой на море, кофе будет пить. Хорошо. Что еще она говорила? Ну для нее, как бы человек, для нее это все было. Она в тот же день, когда она оставила на маленький деток, она пришла с Козельщины, она говорит, так, я мне требую бегом домой, Валера прийду с работы, надо спить, наварить, кушать, поубирать, там все сделать. Вам жалко? Конечно жалко. Она потеряла так же саму дитину, как потеряла Валера и все. Никто не подумал про то, что да, она в тот день, она была выпившая, она шла, она допила водку, может она потеряла память, в ней было такое, что она потеряла память. Она очнулась, встала и пошла, она просто, она просто, вот как бы забыла про них и все. Когда-либо Лена вам жаловалась на свою прошлую жизнь, вот на жизнь до встречи с мужем, с Валерием, не было такого. После рекламы в нашей студии бывшая свекровь Елены, которая сама воспитывает ее сына. Увидимся через несколько минут. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема эфира сегодня чувство вины. Наши журналисты решили немного покопаться в прошлом, чтобы разобраться. Наши журналисты разыскали бывшую свекровь Елены. Она приехала сегодня в студию и я приглашаю Зою Ермоленко сюда. Добрый день. Я вам спевчуваю. Вот сейчас я верю, что она могла таке сделать. Верите? Я верю. Почему? Потому что она никакая мать. Она покинула трое. А у меня ее сын росте. У вас растет ее сын. Она же все эти руки ни разу не спитала, а как там дитина инвалид? Вона ни разу не позвонила. Ваш сын это отец этого ребенка? Ну, получается, что поехал мой сын на заработки в Москву и привез Лену. Уже вагитную. Вот. Когда народился хлопчик, получается, что он был и с заячьей, и губкой, и волчьей пастей. Розчелена. Ну, и сын как бы то взлякался этого всего, что я не знаю. Сказал мне, что я поеду на заработки в Киев заработать дитину на операцию, сам не вернулся. И потом, когда я его нашла в Киеве, просила вернуться до такой дитини, я говорю, не можно и укидать. Ну, то он в метро через меня переступил и сказал, я до ней не повернусь. Я говорю, до ней не повернися, вернися до сына. Ну, короче, аварийник не вернулся, сказал, запитай, у ней и чему. И потом она мне рассказала, что была, ну, что ей лекарь сказали, что ей не можно рожать напротив трех роков. А она вышла, ну, получается, сразу же познакомилась с сыном, завагитнила и родила такую дитинку. А сколько она с вами прожила? С нами прожила три года. Три года. И просто ушла? Не просто ушла, она начала пить, гулять. Зоя, тем не менее, смотрите, вы говорите, Елена не интересуется своим сыном, ушла, она плохая мама, но ваш сын, он тоже не интересуется своим ребенком. я не скажу, что он хороший датька, я не скажу. Мне стыдно за своего сына, я могу сказать это на всю Украину, дуже стыдно. Скажите, а как вы Лену можете охарактеризовать? Вот вы ее, наверное, знаете лучше всех, вы жили с ней вместе. Вы знаете, поначалу она была нормальна, она не пила, она училась всему, приехала, конечно, не вмела ничего, вот, а потом потихоньку она научилась ей хлеб пить, пакча, понимаете, мы узнаем, отец ее был пьян и замерз, умер. Мать тоже пила. Когда ей было 16 лет, мать померла, мать сошлась с ее и ее очень бил мать. Не знаю, по какой там причине. Зоя, вы сказали, что врачи запретили Лене рожать на протяжении трех лет, тем не менее она забеременела. Почему запретили? Почему был такой вердикт врачей? Может быть, в этом кроется причина каких-то ее психических отклонений возможностей? я вам скажу, уже она с нами не жила и был момент, когда она до нас буквально на несколько месяцев приехала. Ну, и в этот период, пока она у меня была, произошло таке, что врачи очень побил свою дочку. Это ее родную сестру, которая на 6 лет не менее. И когда она начала плакать и рассказывать, то сказала таке, я была в шоке, что меня, меня по-русски, меня бил, насиловал, а теперь еще и до дочери до своей добрался. То есть, в ней уже, я думаю, он ее уже, я не знаю, из какого века, но это она вот такой и стала, что сегодня я, например, узнала от одних людей, что в ней как будто бы еще двое диток есть в России, но мне что-то не верится. То, что она пережила насилие, побои, это ужасно, и она была замкнутая, она это внутри себя переживала, и иногда, видите, это выходило, возможно, она выпивала где-то, и это все выходило наружу. Но, тем не менее, видите, даже живя с вами, вы знали, что происходило в ее жизни и знали ее историю. Но для меня удивительно, что вы, Валер, сколько лет прожили с ней, и вы ничего о ней не знали. Вы жили с чужим человеком, и вы были чужим для нее на самом деле, хотя она в вас видела, мужа, человека, с которым она могла реализовать себя, но вы не смогли увидеть, что внутри нее. Можно я подхвачу? Интересовались. Можно я подхвачу вас? А я сейчас вижу со всех сторон несчастную девочку, в 6 лет сирота, побои, изнасилование, мать не уходит, наоборот, рожает еще одного ребенка, и ни разу за всю ее жизнь не нашлось ни одного человека, который бы сказал, Ленка, давай поделим кнут на две спины, поплачь у меня на груди. Ее бросил ваш сын, бросил с больным ребенком. ни разу помощи, поддержки, постоянно, это что-то должно было вылиться, и, к сожалению, это вылилось вот в эту страшную трагедию. она рассказывала мне, как был этот ребеночек маленький, сестричка ее, ей было 6 лет всего, и мать уходила типа гулять с колясочкой, а приходила без колясочки, и она бегала и искала этого ребенка. я столько с ней разговаривала, говорю, Лена, не дай бог ты такая будешь, не дай бог, она, не, мама, не, она меня, если вот это сейчас, она меня до сих пор мамой называет, но почему-то никогда не позвонила, никогда не узнала, как там сын мой, уже после нее делали операции, уже после нее он тягает ноги, она не знает этого. Я не знаю, как ее назвать хорошей матерью. Знаете, когда родился ребенок, она его даже на руки не брала. Вот постоянно целую ночь дитю плачет, я его хожу до утра, вот такой она не встанет. Валерий, вы понимаете, какая ответственность сейчас лежит на вас? У вас двое детей, они в крайне сложном сейчас психологическом состоянии, вот эксперт, психолог, это подтверждает, да и мы все это видели. Какая судьба ждет детей? Выросли таких, как нормальных детей в нормальном сообществе. Учить дальше. Валерий, давайте посмотрим, как ваши дети живут сейчас в реабилитационном центре и как вы их навещали. Наша съемочная группа была свидетелем этому. Папа! Скучаешь? Да! А где Владик? Иди сюда. Иди до папы. Иди. Ты скучаешь за папой? Да? Нет. Дядьок, я за тебя соскучилась. Скучились? Да. Папа сьогодні до вас приехал. Да? Да. Побудем с папой, трошки погуляем. Да? Да. А потом мы поедем додому? Нет, мы поедем чуть-чуть позже додому. Десь через недельку. Їх дома ждут от себя бабушка, тетя, сестра моя, ну, как тетка, их не получается. Тетя Маша, конечно, где мы пока будем, пока папа будет ремонт робити. Думаешь, ну, то, чтобы он просто ничего не нагадывал новин. Валерий, как долго еще дети будут в этом центре? Мне сказали, десь тиждень, півтора. И потом вам их собираются отдать, вернуть. Сейчас я в студию приглашаю сотрудника службы по делам детей Козельчинской районной госадминистрации Наталью Новгородцеву. Галерий, перш за все хочу сказать, не хвилюйтесь, с дітками все будет добре. Пока что им треба пройти реабилітацію, пока что им треба поспілкуватися с специалистами. Давайте сейчас послушаем, что говорит психолог реабилитационного центра, где находятся малыши. Я попрошу наших экспертов потом прокомментировать. Внимание, психолог. Влад, бери уточку, как уточка плывет. Лера и Влад поступили к нам 8 августа в Центр социально-психологической реабилитации детей. Они поступили в состоянии эмоционального напряжения, в состоянии стресса. После того, как они были в лесу, они поступили с укусами насекомых, дети плакали. Буквально 2-3 недели, возможно месяц, Лере и Владу лучше находиться в Центре, потому что здесь они находятся в социуме, общаются с детками. Так как они не ходили в детский сад, общение с детьми в таком возрасте, 3-5 лет, это очень важно. Проводим песочную терапию, сказкотерапию, все в игровой форме, чтобы не напоминать о пережитом. Лера вспоминала, что она видела там березку, это было в лесу, она помнит речку, это было в лесу, она помнит, когда они убегали, прятались. Полного осознания того, что мама их бросила, сестричка умерла, у них нет еще. На данном этапе это хорошо, потому что они это забудут, они переживут это. Когда дети вернутся в семью, вот муж, Валерий, как он должен им объяснить, где мама, где сестричка? Скорее всего, говорится так, описывается ситуация, которая произошла. Да, вот мама отвела в лес, и там ей стало плохо, она сама заблудилась, что-то с ней произошло, она потеряла память, и в результате произошло то, что произошло. Валерий, вы слышите? Мы все вместе вас призываем проявить мудрость и благоразумие по отношению к своим детям, и чтобы вы хотя бы с ними не молчали, так и вы молчали со своей женой, и не давали никаких оценочных суждений. Мы говорили сейчас о травмировании детей. Может, я вас неправильно понял, но вот вы, когда нашли ребенка умершего маленького, да, вы сказали, что там уже и червяки, по-моему, там ели его, да, в глазах. Вот представьте, да, если эти дети видели, подходя к ребенку маленькому, что его мертвого едят черви там. Это откладывается все равно на сознании ребенка. Поэтому вот это тоже вам нужно понимать, потому что может быть когда-нибудь этот ребенок подрастет и будет вспоминать это и сможет задать вам вопрос, и вам нужно понимать, как отвечать и на этот вопрос тоже, потому что это ужасная картина, которая может быть перед глазами всю жизнь. Страшная история и пусть такое никогда не повторится. Об этом важно думать, это касается каждого. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok